Сегодня в Аркангельске много разговоров о шхуне Запад, о ее судьбе, о ее состоянии, о том, что она недавно сгорела и все такое прочее. Да, действительно, эта шхуна как бы у всех на виду и на слуху ее судьба. Многие десятилетия это судно парусное было учебным судном мореходного училища нашего Аркангельского имени Воронина. И надо же так получилось по судьбе, что я на этой шхуне проходил практику. И как бы она мне близка. Это было лето 1957 года. Практика парусная после первого курса. Мы ходили по Белому морю, выходили в Баренцево море. Мы как пираты буждали по этому морскому простору, где хотели, там и останавливались. У нас не было маршрута определенного. Купались в каких-то заливчиках, рассматривали морские звезды красные, такие оранжевые, в прозрачной воде Белого моря и Ледовитого океана. У меня даже такой случай был, что я с борта нырнул, а когда вынырнул, то передо мной лицом к лицу был тюлень. И испугался жутко просто, жутко. Снова нырнул. Когда вынырнул, и его уже тоже не было. Видимо, он в такой же степени меня испугался. Вообще романтично это лето было очень. Мы стояли на Красной пристани, наша шкуна Запад стояла. И рядом такое же точно судно Таллиннского мореходного училища. Борт-а-борт мы стояли. И с Таллиннского судна транслировалась музыка. Вишневый сад. Тогда мелодия такая была очень на слуху. И популярна. Ну вот, это же юность, да? И вот эта музыка, этот парусный корабль, то, что я в форме, воображаю немножечко из себя кадета какого-то, да? Все это вместе взятое. И плюс еще я нигде не был. Душа куда-то рвалась. И вот эта музыка, это просто фантастика была. Это незабываемо. Вот. А еще ярчайшее впечатление от практики. Я ведь до мореходного училища нигде не был, не выезжал из Архангельска. И вот первая практика. Выходим в море, с вечера выходим, и вечернее солнце нас встречает на Белом море. Вот представляете, мы маймаксанским рукавом шли и шли. Это же такая узкость. Мы как бы деревни тут проплывают мимо, и кустарники всякие, да? И потом вдруг, неожиданно, открывается огромный простор во весь горизонт. Море перед тобой. Море и небо. И потом, занимаясь историей, я понял, что в тот момент очень волнительно было все это. Я пережил, наверное, примерно то же самое, что когда-то пережил Петр I, когда в 22 года свои приехал в Архангельск и впервые увидел море. Ведь он точно так же на парусном судне, этим же рукавом, ну, может, корабельным, но, в принципе, выходил из Архангельска в Белое море. И однажды оно открылось перед ним. Это, представляете, после Кубенского озера небольшого, после Клоповной Москвы, и вдруг, после тайги, которая по сторонам Двины стояла, пока Петр приближался из Москвы, вдруг перед ним раскрылось вот это море. В этот момент произошло историческое событие, произошла эволюция в сознании Петра. В этот момент, ни в какой другой, он понял, что Россия должна быть морской державой, и что у нее должен быть флот. Вот в этот момент именно произошло. Вот это вот, как вам сказать, это вот переключение, так сказать, да, вот на новую историю, это произошло в Архангельске. Русский флот, таким образом, родился в Архангельске. Потом мы ее строили 150 лет, парусные корабли, двухпалубные, 44-мя пушками, все такое, это было потом. А первый-то миг, вот вдохновение, озарение или что-то, это вот произошло вот таким образом, как и я тоже, стоял на носу парусника Запад, и передо мной вот открылся вот этот вот океанский простор. Это, конечно, незабываемо. Ну, а если вернуться к судьбе парусника Запад, то этот парусник был поставлен на причале, на Красной пристани, к празднованию 400-летия города Архангельска. Просто как скульптура был поставлен, он уже был списан. Вот, и пока он там с мачтами был, более-менее смотрелся, но потом обвешался всем, мачты убрали, впилили, и вот он так вот стоял на келе, на причале, и это, в общем-то, было противоестественно. Судно должно стоять на воде, так по идее-то, да? Вот. И затем стали всякие, значит, возникать темы, сохранить, не сохранить, а сохранять то за что, какие-то критерии должны быть в пользу сохранения. Так вот, что касается шхуны Запад, она построена в Финляндии в 1946 году, построена как грузовое судно. Потом его переделали под учебное судно, мореходное училище. Так что, на мой взгляд, исторической ценности никакой не представляет. Вот единственное, вот эмоции у меня вот связаны, это частный случай. А так, так вообще глобально-то, ну, можно его не сохранять, и не нужно сохранять. Другое дело, что городу Архангельску, портовому городу, с такими наработками морской истории, глубокой, большущей, конечно, совершенно необходим парусник. Хоть какой, хоть реконструкция первого парусного корабля, который был спущен на воду в Соломболе, хоть заказать и построить новый парусник. Но у города Архангельска с припиской на корме Архангельск должен быть парусник. Потому что я это понимаю как никто, потому что я пережил по юности. Что значит по юности парусный корабль, и ты на борту его? Это что-то глиновское, пусть паруса белые, но они кажутся красными, когда душа летит куда-то, вот устремленность какая-то, и все впереди, вот это ощущение создает парусник. Парусник должен быть в Архангельске, каким-то образом. Как-то совещание было у губернатора, там высказывались разные точки зрения, склонились к тому, что сохранить эту шхуну, но ее сохранить невозможно. Она в руинном состоянии, да, кроме того, еще и пожар был. Поэтому эту тему нужно снять. Парусник нужно снять с пирса, и пирс, благоустройство, довести до конца. И серьезно думать о том, вообще, если мы преданы, если мы любим свой город, и хотим, чтобы он был брендовым городом, мы должны подумать о том, чтобы приобрести, и чтобы у нас был и воспитывал новый парусник.